Маа, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Сегодня мы начинаем изучение второй книги, пяти книжек Моисеева. В европейской традиции эта книга известна как Эксодус, на русском языке как Исход, но в еврейской традиции мы знаем ее как Шемот или имена, потому что эта книга начинается словами «Вот имена сынов Израилевых». Сегодняшний раздел Торы включает первые пять глав книги Шемот, он тоже называется Шемот, и рассказывает о том, как народ Израиля после столетий пребывания в Египте стал весьма многочисленным, но и этим вызвал страх у египтян и страшное желание ограничить численность и силу еврейского народа. 7 стиха первой главы книги Шемот читаем. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и напомнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему, «Вот народ сынов Израилевых многочисленным и сильнее нас, перехитрим же его». Ну здесь перехитрим, обозначение, что там хитро, поступим мудро по отношению к нему. Ну такая у них мудрость так была. «Чтобы он не размножился, иначе, когда случится война, соединится он с нашим неприятелем и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». Вопрос, задаем вопрос, а какие были предпосылки так думать? Да никаких предпосылок не было. Понимаете? В том-то и дело, что антисемитизм, он беспредпосылочный. Он идет откуда-то оттуда, ну он идет из глубин ада, мы понимаем. И просто на голом весе возникает предположение, что вот он может пойти против нас. Тора показывает, что давление на еврейский народ шло с нарастающей силой. Изнуряли тяжелыми работами, с жестокостью принуждали к работам. Ну в контекст слов «принуждали» говорит о том, что фактически сделали рабами. В стихе 14. «И делали жизнь их горькой». Ну горькой в смысле выдвигали бессмысленные требования, которые были абсолютно бессмысленны. Ну типа выкопайте яму, а потом ее засыпьте. Ну это так, это тот, кто служил в армии, он знает, что это такое. Ну в конце концов это не помогло египтянам, и Израиль продолжал умножаться. Стих 22. «Тогда фараон всему народу своему повелел, говорят, всякого новорожденного еврея сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Ну Писание не говорит о том, бросали ли египтяне в реку или нет, но учитывая то, что их первенцы пострадали, я думаю, они тоже делали это. И, наверное, с удовольствием, что рабы, они всегда издеваются над тем, кто ниже их как бы по положению, для того, чтобы как бы поднять себя. «Спустя долгое время умер царь египетский, стинали сына Израилева от работы, и вопияли вопель от работы, вошел к Богу, вопель от работы, и услышал Бог стинания их, и вспомнил Бог завесу Авраамом, Исааком, Яковом, и увидел Бог сынов Израилев, и презрел их Бог». Ну и на этом фоне, я как бы пересказываю главу, потому что я говорю в контексте, появляется фигура Маше, его рождение, его чудесное спасение, воспитание на правах фараоновского сына в семье фараона. Затем он осознает свое еврейство, пытается помочь евреям, над которыми издевались у него, что из этого получилось, вы тоже знаете, и пришлось бежать, потом призыв Господа, он возвращается в Египет, встречается со старейшинами израильского народа, первая встреча с фараоном, ну и заканчивается раздел тем, что Маше жалуется Богу на то, что выполнение Божьего поручения привело к ухудшению положения евреев, и их стали угнетать еще больше. Ну, я хочу сказать, что я всегда, вот когда мне редко попадается, как бы вот эта вот глава для комментариев, но когда она попадалась раньше, я с удовольствием ее комментировал, вернее, как бы так внутренне она очень нравилась, потому что мне чувствуется динамика, да? То есть вот сейчас начнется движение, Господь начнет действовать, Он проявит свою силу, народ двинется, вот. Ну, и тем более мы же, каждый из нас, мы же были там, ну, я имею в виду Египет, да? Вот. И мы жили и были мертвы по преступлениям и грехам нашим, да? И были чадами гнева. Но Бог богат и милостью, да? Он спас нас по благодати, не по нашим делам, через Ишуа Машеха, да? Вот. И Он дал нам будущность и надежду. И, конечно, Египет, исход из Египта, он близок к каждому сердцу рожденного свыше человека, ученика Ешуа. Но в последние, как бы, особенно последние, может быть, пару лет, я все больше и больше вижу параллели между сегодняшним временем и между временем тем. Ну, вот смотрите. Сегодняшняя глава рассказывает о том, что Божий народ жил себе спокойно в Египте, да? Никому не мешал, трудился, строил дома, растил детей. Египтяне, наверное, уважали его, я так думаю, да? Потому что фараон уважал, то есть они знали, кто такие евреи. Ну, как вдруг возникли некие неблагоприятные обстоятельства вокруг. Ну, надо было делать много кирпичей столько же, сколько это. Соломы не давали, пришлось искать эту солому, да? Потом вдруг начали принимать законы о гендерном равенстве. Маленьких детей начали учить, что мальчики не обязательно могут быть мальчиками. Колоннами начали ходить парады, которые по какой-то неподдающейся логике причины назывались парадами гордости. Появились церкви, присутствующие эти парады. Начались нападки на институт семьи, появилась ювенальная полиция. Потом началась пандемия. Принудительная, мы толерантно скажем, уколизация. Я на слове принудительная делаю упор. Ограничение в труде, свободы собраний, в том числе церкви, доступа к благам цивилизации, передвижения. Мне сказали, что это что, про Египет? Ну, я говорю, да. Друзья, это я так воспринимаю. У меня есть привилегия комментировать, да, и, ну, говорить вам то, что мне показывает Бог, ну, как я считаю, да. И народ начинает вопиять Богу, и увидел Бог сынов Израилевых и презрел их Господь. Ну, вопрос ко мне и к себе я делаю, вопрос к вам. Я говорю о Египте или я говорю о нашем времени? Ну, как я говорил, для меня эти два времени сливаются. Мы тоже были недавно свободным народом и уважаемым Божьим народом, еще продолжаем таковым, но уже не везде. Вы знаете это, да? Например, в Англии там людей увольняют за то, что они там крестик носят, да? В Канаде, например, за то, что ты будешь проповедовать Евангелие некоторым категориям людей, тебя могут посадить. Реально могут посадить. Пастору, мы знаем, уже сажают. Мы знаем, что в то время, когда были открыты ночные клубы, почему-то не разрешали собираться церквям и пасторов сажали за то, что они собирали эти церкви. И мне могут сказать, ну, все равно, как бы то ни было, ну, разве мы в Египте? Ну, давайте оценим, каким богам в основном поклоняется окружающий наш мир. Ну, много богов, да? Многобожий в мире, у каждого свой бог. И чего больше, там, церквей, да, или ночных клубов, ресторанов, ну, и всяких увеселительных заведений. И если тогда бросали детей в реку, ну, то есть не ценили, ну, можно было спокойно бросить, да, ребенка убить, то сейчас такое возможно или нет? Ну, могут сказать, да нет, конечно, невозможно. А я скажу, что возможно, что миллионы детей, они умершляются, вот в эту минуту, там, сотни тысяч, может, десятки тысяч детей, они вычищаются из утроп матерей и уже хотят принимать законы, когда, там, чуть ли не девятимесячных, с девятимесячными это хотят делать. Ну, я не говорю, там, за Украину, я говорю, в общем, ну, тенденция, она-то понятна, друзья, тенденция, она понятна. А потом из зародышей убитых извлекают, ну, так называются, ну, они говорят толерантно, знаете, так, стволовые клетки из зародышей. И потом из них делаются лекарства, из них делается то, что применяется в уколах. И это называется, это говорится о том, что для спасения, ну, почувствуйте иронию, я не знаю, или ужас, спасение жизни человеческих, понимаете? Это современное время, и, мне кажется, оно еще ужаснее в этом отношении, чем это было в Египте. Если мне скажут, что мы не рабы, ну, тогда скажите, почему по отношению к людям, в том числе к Божьему народу, применяется принудительная, опять же, я делаю слово принудительная, уколизация, когда фактически распоряжаются жизнью и здоровьем. То есть дети, вернее, управленцы, которых мы нанимаем для службы себе, как народ, они говорят, а мы знаем лучше, как распоряжаться вашими телами. Поэтому мы принимаем решение, у нас пока, слава Богу, в Украине этого нет, но мы видим, это есть в Австрии, это есть в Германии, это есть в других странах, и тенденция, она понятна. И стенали рабы Израилева от работы и вопияли, и воплих от работы вошел к Богу, от работы. Почему стенал и вопиял к Богу Божий народ? Божий народ вопиял к Богу, я так написал, по причине тяжести работ, иначе говоря, по причине социально-экономического кризиса в их жизни. Раньше еще как-то можно было жить, все было более-менее, можно было ходить, как они потом вспоминали, на рынок, покупать рыбу, огурцы, чеснок и так далее. А сейчас, уже говоря, все по-другому. Цены высокие, пенсии маленькие, а тарифы большие, а тут еще и фараон со своими непомерными требованиями. Народу казалось, что это главная проблема их жизни, социально-экономический кризис, тяжести, которые идут. Но, как мы видим, когда они вышли из Египта, мы увидели, мы видим, что на самом деле проблема была не в тяжести работ в Египте, а в том, что, к сожалению, народ смотрел не в ту сторону, он смотрел не на Бога, он смотрел на тяжесть работ, и ему казалось, что если жизнь опять наладится, то все будет что? Хорошо. Поэтому они хотели Бога, и они потом сделали себе этого Бога, вы помните историю с Золотым Тельцом, очень удобного, с которым все хорошо, понимаете, вот никто тебе ничего не говорит, как надо жить, о святости и так далее, ты спокойно живешь себе как хочешь, да, и тебе за это ничего нет. В этом была проблема. Проблема была не в том, что им было плохо в Египте, а проблема была в том, что Египет, он очень прочно поселился в их душах. И поэтому я тоже хочу задать вопрос, прежде всего всегда эти вопросы задаю себе, и тоже и вам, естественно. О чем мы больше печалимся? О том, что, как говорится, жизнь тяжелая, да, что социально-экономические кризисы, что воины и военные слухи, да, или о том, кем мы должны быть пред Господом в это время? Имеется в виду лично, ну, как верующие люди, да, как община, кем мы должны быть, о чем мы сейчас больше думаем, о чем мы печалимся, о чем мы больше переживаем. Друзья, я себе тоже этот, я святой, конечно, но не настолько, чтобы не бояться, понимаете, ну, в Иисусе Христе святой, я имею в виду, но не настолько, чтобы не переживать вместе с вами. Я же тоже живу в этом мире и понимаю, что за все отвечает серебро, и мне тоже хочется, чтобы было комфортно, удобно. Ну, шумаемо, тымаемо. И вопрос, опять же, что мы думаем, да, как мы переживаем это время? Вот о чем я хочу сказать. Как мы переживаем это время? Что у нас в фокусе нашего взгляда? И еще одна мысль, как бы тоже вот именно об идентичности времени, это о том, что, смотрите, вот происходит вот это все с народом, да, происходит с ними, с нами, это происходит. Значит, там, Маше жалуются и так далее, но весь вопрос в чем? В том, вопрос в том, кто это начал. Он здесь, ну, как говорится, ну, мало упоминается, но Бог, друзья, Бог уже начал действовать. Вы понимаете, ситуация в чем? Что и тогда, и сегодня, друзья, Бог уже действует. Все время, оно идет, и Бог уже действует. Вопрос, на кого мы смотрим? На фараонов? Ну, их много сейчас, фараонов, да? Вот, значит, или мы смотрим на Бога, который уже действует, и Он что-то хочет, первое, сказать своему народу, и Он что-то желает видеть в ответ от своего народа. И здесь, друзья, наверное, одно из таких вот ключевых мест, которые бы я хотел вам процитировать из Бритхадаша Нового Завета. Это 1 Коринфянам 7, 29, 31. Слова Рав Шауля. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся. Ибо что? Проходит, вы знаете, да? Образ мира всего. Друзья, вот мы как раз, вот знаете, вот в это время особенно мы видим, как образ этого мира, он проходит, он проходит, да? И мы, знаете, вот Новый год, значит, и мы должны понимать, что мы вступаем в новый мир. Я не хочу там пугать ни вас, ни себя, но мы понимаем, что это будет новый мир, да? Там будут другие какие-то законы, будут другие ситуации с экономикой, война, военные слухи и так далее. Мы понимаем, что это там, оно в новом году, но, знаете, для нас всегда, для верующих всегда есть добрая весть. Вы же знаете, да, что Евангелие — это что? Это добрая весть. Это добрая весть о том, что Христос народ и все, да? Он жил, Он прошел жизнь такую же, Он знает нашу жизнь, да? Он умер и воскрес для того, чтобы мы имели жизнь вечную, да? И Он тот, кто что? Был, есть и грядет. И Он придет в этот мир уже не как Агнес, да? Но как лев из колена Иудина. И время, оно уже именно это время. И Бог ожидает, я верю, что Бог ожидает, что Его невеста, да? Его община, Его церковь, Его экклесия, она будет смотреть не на фараонов, она будет смотреть на Него, да? Она будет ожидать Его. А Он нас, Он обещал нам, не оставит и не покинет. И Он ожидает, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и что? И будут действовать. Сейчас, друзья, сейчас особое время взыскать Господа, в Котором наша защита и наша судьба. Друзья, Его жезл, Его посох, они успокаивают нас. Он всегда с нами. Аминь. Субтитры подогнал Игорь Негода.